доброго дня зрителям канала turkish people приветствую вас из солнечной турции у нас тепло начало мая но уже прекрасная погода можно загорать купаться ну на любителя но можно мы сейчас находимся в отеле al vadona world palace он находится кимер кириш я всегда повторяю чтобы вы слышали и не переспрашивали в названии тоже напишем мы сегодня поговорим кто отдыхает в отеле в этом отеле в других отелях мы потому что ездим и в гости к нашим подписчикам встречаемся на улице встречаемся переписываемся я всегда спрашиваю откуда вы если меня встретите я вас спросил откуда вы отвечаете просто я хочу знать и для вас рассказать кто сейчас здесь вот мы кстати прошли бассейн он с морской водой это вот детский бассейн это для деток которые боятся заходить в море потому что все-таки это кимер и здесь галька купаться лучше всего специальной обуви либо не бояться вот я например их спокойно могу зайти мы купались вода плюс 20 градусов здесь висит термометр прям вот воду опущены и табло и показывает какая температура потому что все-таки туристам важно какое море как 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 здесь это галичный пляж соответственно море будет прозрачное мы вчера купались море запрыгивали вот там видите вот где спускались мы спирса сразу ныряли сейчас подставлю кадры уже на монтаже видео я честно говоря сегодня хочу повторить мне понравилось морально готовится ты плавал в этом году еще первый раз первый раз в море в 2022 году это очень удивительно мы живем в анталии море видим очень часто но рискнули поплавать когда сами стали туристами не сказать что очень приятно ну прям прохладно надо привыкнуть здесь глубоко конечно очень глубоко вот как надо видел сейчас теперь так жарко везде это называется если пойти только на спорт либо себе сказать ну я здесь живу я никуда не уезжаю я могу подождать еще неделю две три месяца ну как холодно надо привыкнуть неужели почему нет плюс 20 градусов анечка сейчас скину тебя будешь сама тоже привыкать но когда плывешь правда надо сразу скажи честно в марте было холоднее гораздо я в марте пробовала а мне даже понравилось надо берега доплывешь И все, и на полпути Бодрый чувствуешь себя О, столько энергии Во-первых, что ты смог это Потому что спускаешься, вода кажется холодная Туристов много В этом отеле Конечно, здесь может отдыхать 2000 туристов Пока еще не такой активный сезон Отель работает пятый день Ну, нам сказали, у меня муж просто ходил и спрашивал Там сказали, 700 человек в данный момент здесь находятся Я не знаю, территория огромная Вот как-то 700 человек мы даже и на ужине не видели одновременно Очередей нет Теперь все могут накладывать себе самостоятельно Берешь вот сколько хочешь Хочешь пол-ложечки, положишь себе пол-ложечки Все отдыхают Кто хочет здесь загорать Кто хочет загорать возле бассейна Я вам показываю, что происходит в главном бассейне Ну, вы слышите на фоне, какая музыка играет Бассейны есть Подогреваемые Это в детском аквапарке И один релакс-бассейн возле кофейни Старпекс тоже подогревается Там вообще самый лучший бассейн Там такая тишина Вот у главного корпуса очень шумно Я правда хожу, спрашиваю Я когда слышу русскую речь Я спрашиваю, здравствуйте, а вы откуда? Очень много туристов из Латвии, Литвы, Эстонии Вот это чаще всего отвечали Потом со вчерашнего дня стали отвечать, что они из России Вот из Санкт-Петербурга несколько человек мы встретили Ну, кто-то говорит, ну, просто из России То есть уже начали встречаться И причем они все приехали вчера И говорят, что вот Начинают приезжать Я вот, может, он не выходил туда И видел, автобусы подвозили людей Насчет Самый главный вопрос Задают под каждым видео Как относятся К русским туристам Как относятся к туристам из России Относятся, как к обычным туристам Туристы и туристы Ни один сотрудник не спросил, откуда мы Это мы, когда начинаем говорить на турецком Особенно вот Андрей же Он вообще хорошо же говорит Без акцента, в отличие от меня Ну, и на мой турецкий Я все-таки говорю с акцентом Но, по крайней мере, строю правильно фразы Они спрашивают, откуда Я говорю, что мы из Анталии Тогда вот разговор у нас завязывается А так, ни один человек не спросил, откуда мы Ну, и других тоже не спрашивают Хочешь, ты говори по-английски Тебе будут по-английски отвечать Хочешь, говоришь по-русски Тебе по-русски отвечают Весь персонал в какой-то степени Говорит по-русски Кто-то лучше, кто-то хуже А кто-то вообще русский Да, и очень много русскоязычного персонала Я, кстати, у этого аниматора Ильи спросила Он из Казахстана В общем, молодец, Илюха Очень интересно здесь анимации есть Стараются развлекать, завлечь Чтобы вам не было скучно Девять, девять баллов Прям пуля в пулю попали Представляете? Вот это вообще здорово Ну, если вы хотите одиночество Ну, конечно, пожалуйста Никто вас трогать не будет Здесь много таких уединенных баров Не то, что плохого отношения Мы здесь не видели А вообще просто отношения ко всем одинаковые Именно в этом отеле рассчитывают на русскоязычных туристов Ну, видите, из Латвии и Литвы Они тоже неплохо говорят по-русски Вот молодцы, не забывают Это язык общения Чем больше языков ты знаешь, тем тебе лучше Вот знаешь английский, это вообще супер Знаешь, еще чуть-чуть по-турецки говоришь Так вообще, здесь в турке будут расплываться большие улыбки Когда если ты им просто скажешь Здравствуйте, мир аббат Или когда скажете спасибо Он очень обрадуется Поэтому не надо из-за языка строить какую-то глобально огромную проблему Все мы люди, мы все хорошие люди Самое главное, что совершают люди хорошие поступки О какой национальности это не имеет значения Относятся здесь и в этом отеле, и в соседних, и везде вообще в Турции Мы живем в Анталии Я каждый день хожу по в центре города В каких только местах не бываю Ну и сами мы живем в турецком районе Нигде не слышала, чтобы какой-то мне там пальцем тыкнули Или сказали, что вот это русские, это плохие Неправда Если вам где-то в СМИ пишут об этом или показывают Я не знаю, где это они нашли или придумали Потому что мы, кто живет здесь В один голос вам скажем, что нет плохого отношения В этом отеле есть и из Украины люди И есть сотрудники, которые здесь работают Не буду называть, потому что я правда хожу и спрашиваю А есть и туристы из Украины Юсу вчера сидел, пил чай То есть абсолютно нормально здесь люди дружат Не важно, не надо там строить и что-то Если у вас отпуск запланирован, если вы сюда собрались В Турции вам будут очень рады Начинают аэропорт там, довезут вас в отель Разместитесь в отеле и все будет хорошо Выйдите вы за забор, вы поедете на маршрутке или на автобусе Проблем у вас тоже не будет А ХЕС-код же у нас отменили Теперь поехать на городском транспорте в Анталии проблем нет Даже можно просто купить карточку Никакого ХЕС-кода прикреплять не надо К сожалению, банковские карты теперь не работают Кто из России Карта МИР только на съем работает хорошо В банкоматах трех банков Зират Банкасы, Иж Банкасы и Вакыф Банк В магазинах не везде вы сможете оплатить Тут не проходит Не проходит она почему-то Говорят, что там где-то не срабатывает Причем здесь же много живет людей, у которых есть карточки Он говорит, я вчера здесь платил, сегодня не получается А вечером пришел, опять получилось заплатил Ну вот это в обычных магазинах Ну вот такая ситуация А из банкомата снять можно Просто бывает иногда ограничение по количеству денег Вот Зой сказала, последний раз две тысячи лир только смогла снять Ну сколько получилось А другой раз говорят больше Бывает, говорят, 500 лир только даст Ну ходят теперь наличными, а не платят Конечно, все приезжают за морем Если кто не любит гальку, ну тогда вам не в эту сторону Тогда вам надо или в Анталии Лара, Лара Кунду Белек, Сиде Кстати, в Белеке тоже не везде настоящий песок Есть вот мелкая галька в некоторых местах Когда куда-то выбираете, посмотрите отзывы Посмотрите фотографии, посмотрите видео на ютубе Уже, мне кажется, практически про все отели сняты Мы вот выбрали Алвадонна Потому что рассчитывали на хороший сервис Мы живем в Анталии Мы море можем видеть бесплатно и просто так Поэтому нам хотелось отпуск-отпуск Чтобы это что-то запомнилось, что-то такое было особенное Вот выбрали из-за этого Алвадонна В Белеке мы за последний год были два раза В Алвадонна эксклюзив Белек О нем у нас самый лучший отзыв Вы знаете, что это мой самый любимый отель Вот решили попробовать другой Мое личное мнение, территория огромная Активностей много Но есть недостатки не в сервисе, а именно в номерном фонде Но мы же не торчим в номере Мы целый день где-то в пути Мы где-то ходим Здесь очень много шагов прошли Вот там бассейны Наши дети Вот где-то там Либо там Бассейнов здесь много Потом пойдем на обед Кормят вкусно, разнообразно Нет, конечно можно кто-то сказать Ой, мы видели выбор побольше Можно наготовить много-много закусочек Мы такое видели, не буду называть в каком отеле Было так красиво, но несъедобно Они как будто специально готовились, чтобы никто не взял и не ел А вот здесь мы попробовали почти все Нормально, есть можно Мы вчера даже ели здесь, чтобы не ходить в главный ресторан Ну, здесь выбор поменьше, чем в главном ресторане Это снег бар возле пляжа Тут пляжная линия очень-очень широкая Очень длинная Длинная, все принадлежит отелю И по всему периметру расположены лежаки с зонтиками Так что места загорать хватит всем Это точно Проводят здесь концерты, но, к сожалению Отменили концертную программу, на которую мы рассчитывали Мы когда покупали еще полмесяца назад Мы хотели попасть на концерт Там концерт был Клавы Коки и Моригу Да, мы должны были быть на двух концертах, но их отменили Цены на отель из-за этого не снизились Наоборот, стали выше Вот почему мы подошли к сцене? Ведь какие приезжали бы певцы И какие сейчас шоу проводят? На каком языке? На русском Все на русском Вот серьезно Вот и вчера было здесь выступала певица Группа была здесь Здесь вот танцевали на танцполе Она пела и английские песни Но когда пела на английские, известные всем песни Либо все присаживались Вот здесь вот за столиком В этом столике красиво горели свечи Здесь было всегда очень уютно Как только звучала известная популярная российская группа Все выходили танцевать Не надо говорить, что русский язык это плохо Это просто язык нашего общего с вами общения Я же могу говорить на турецком Хоть на плохом турецком, но могу говорить Мне приятнее, удобнее донести свои мысли на русском языке Кому-то удобно говорить на другом языке Я их тоже уважаю Я уважаю всех людей Независимо от национальности Я никогда не спрашиваю Какой вы национальности Я просто спрашиваю Откуда вы приехали Где вы живете на данный момент Вы, может, сейчас живете там А потом пройдет не какое-то время Раз вы смените локацию Вы перейдете в другую страну Или даже просто в другой город От этого вы не станете каким-то другим человеком Будете тем же самым человеком Главное оставаться людьми Туристов здесь любят Ну, по-саму-собой Как скажут, что, конечно, туркам важны туристы Туристы – это деньги Никто это и не скрывает Не будет туристического сезона Еще один год Потому что два года последних Они были с таким большим трудом С таким просто То Анталии будет плохо Именно область Анталии здесь Самые важные отрасли Это у нас туризм и сельское хозяйство Для всей остальной Турции это не так Ну, вот еще вот Бодрум Марморис, вот та сторона Там тоже они ждут туристов Но в Бодрум еще ездят сами турки Там, как считается, популярный турецкий курорт Ну, не знаю По мне, вот я Анталию больше люблю Здесь море теплее Ну, кому как Будет плохо Наши Анталии Не смогут дальше строить дороги Не смогут что-то красивое, полезное делать Для нас, для жителей Не смогут сами люди зарабатывать деньги И так всеми их будут голодать Или будут вынуждены куда-то уехать Внешне это нехорошо будет И у каждого человека должно быть право выбора Куда ему поехать Где ему отдыхать Что ему делать Ой, вот право выбора Они перешли из одного бассейна Пошли в другой Вот такой отдых Я их не видела Вот такой отдых у нас здесь Мы наслаждаемся каждой минутой Мы радуемся жизни Мы радуемся тому, что светит солнце Мы радуемся тому, что небо голубое Море синее И кормят здесь хорошо И отдыхаются хорошо И отдохнули, и поспали И мы не работаем здесь Мы просто отдыхаем Пусть и у вас будет возможность Приехать в отпуск И отдохнуть так, как вам хочется Расслабиться Чтобы у вас все получилось Ну да Просят сейчас доплату Вот от россиян За полеты Потому что самолеты летят другие Летят другим маршрутом Пусть у вас будет возможность Найти деньги на эту доплату Жизнь она одна И жизнь она проходит С каждым годом мы не становимся моложе А впечатления в нас накапливаются Мы потом смотрим эти фотографии Мы вспоминаем Вспоминают это дети И будут очень счастливы Что жизнь, она была интересна Я вам всего-всего самого наилучшего желаю Не бойтесь Турция не занимается агрессией Это самая миролюбивая страна Это говорят абсолютно все Кто сюда приезжает Я вас всех люблю А вы любите море, я знаю Пойду я вас показываю Вот как надо купаться, ребята В море? Пошли в море Куда хочешь? В море В море плюс 20 Я сейчас начинаю на море Пойду в серединку Обратно поворачиваю И перейду В море плюс 20, папа В море плюс 20 Пусть плюс 10 Я на море пойду На море пойдем с тобой сейчас Пойдем, пойдем Все, они все вернулись Настоящий мужчина есть здесь Горячий 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 Турецкий Да Сейчас посмотрите Как я купаюсь Давай С разбега Давай, давай Давай Вау Смотрите Урау Смотрите Вау Смотрите Вау Смотрите Он тебя толкнет Сейчас тебя толкнет А ты не слышишь? Знаете, что он сказал? 100 Он сказал мужчине, каждому слову нельзя верить Обманывай, тебя перевезди Тебя обманывай, тебе не было, что получил Давай, иди дальше Ну что, до середины моря? Смотри сейчас на меня Что с vortex любовь Вот моя боль Тут Всё СОБО Продолжение следует...